ЛПИС, Испания, вундеркинд из российской глубинки. Григорий Абелинчон. ЛПИС, Испания. 22 декабря 2019 года. В Кабардино-Балкарской автономной области проживает чуть больше 865 тысяч человек. А в столице, на Альчике, 250 тысяч. Эта область расположена на полпути между Черным и Каспийским морями. На севере Кавказской горы возникает ощущение, что там никто не живет. В Нальчике вырос лауреат Нобелевской премии по физике, хотя родился он в другом городе. А теперь появился Кантемир Балагов. Режиссеру всего 28 лет, а он уже представил два первых фильма в программе «Особый взгляд» на Каннском кинофестивале, и оба раза победил. Он вундеркинд мира кино с Кавказа и самая большая знаменитость Кабардино-Балкарии. 16 декабря в телефонном разговоре Кантемир сказал, «Я об этом не часто думаю, наверное, я молод и все делаю быстро. Я снимаю кино не для того, чтобы снимать кино, я ищу темы, о которых мне есть что рассказать, чувства, которые я хотел бы передать. Меня окружает все это давление и возбуждение по поводу моей карьеры, но исходит это не от меня. Балагов родился в семье со средним достатком, которая никак не была связана с кинематографом. И Кантемир вовсе не интересовался этим искусством, пока вместе с друзьями не снял интернет-сериал с 10-минутными эпизодами. А затем он поступил в университет в мастерскую Александра Сокурова, авторитетного режиссера, обладателя «Золотого льва» венецианского кинофестиваля за фильм «Фауст». Тогда жизнь Балагова кардинально изменилась. Он стал знаменитым кинематографистом, а в Испании прошла премьера его фильма «Дылда». Это история о двух девушках, которые пытаются начать жизнь заново в Ленинграде 1945 года, где после Второй мировой войны остались одни руины. Как и в своем первом полнометражном фильме «Теснота», режиссер хотел показать насилие в отношении женщин. Действие второго фильма разворачивается в другом месте и в другую эпоху. Прозвучит странно, но для меня описание такого насилия выполняет функцию самосознания. «Мне комфортно в этой вселенной женщин. При помощи этих персонажей я изучаю самого себя», — говорит он. «Я не хочу, чтобы меня ассоциировали с насилием в отношении женщин. Я всегда жил в окружении женщин, моей матери и сестры, и в нем я чувствую себя защищенным». Во время съемок было проведено большое количество репетиций, а также снят при шаот, что-то вроде фильма «Черновика», для того чтобы настроить положение камеры. Балагову очень нравится работать с цветами. Каждый фильм он старается снять в определенной цветовой гамме. Я верю в драматургию цвета, поэтому выбрал красный и зеленый. Красный символизирует потрясение, боль, события, разъедающие душу. Зеленый означает надежду. Для передачи эмоций Балагов используют серые цвета. Нет ни героев, ни злодеев, есть только скрытая борьба за контроль над эмоциями. Две главные героини любят друг друга и придают друг другу силы. Сокуров при обучении всегда настаивал на том, что самое важное — это понять персонажа и найти им оправдание. На вопрос, по-прежнему ли он советуется с Сокуровым, режиссер ответил, «Не так, как два года назад при съемках первого фильма, но душой он всегда рядом. Он мой учитель и наставник». Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.